Здравствуйте, дорогие друзья! В свой выходной мы решили съездить в Ботанический сад города Питтсбурга. Посмотрим, какие орхидеи цветут и что новенького. Также в Ботаническом саду выставили новые скульптуры, сделанные из стекла специально для нашего Питтсбурга. Это будут стеклянные архитектуры, такие стеклянные скульптуры орхидеев, фалинопсисов, каких-то там еще других. Я такая довольная, что наконец-то мы собрались и собрались всей семьей. Эта девушка шибко не хотела ехать, но у нее не было выбора. Пусть приучается к прекрасному. Это Майк. Хай, Майк! Ботаническому саду больше ста лет, и он является жемчужиной не только Питтсбурга, но и всей Пенсильвании. Цена билета не дешевая. 18 долларов на взрослого человека и 12 долларов на ребенка. Можно провести хоть целый день. Да, если только выдержите в такой жаре и духоте. Потому что это теплица, и там очень-очень душно. Ну вот, сразу в холле нас встречает скульптура вот такой орхидеи. Орхидеи. Стеклянные копии растений выполнены необычайно точно. Сначала он рисовал их на бумаге, и потом ваял их из стекла. Имя художника Джейсон Гемрост. Это действительно художник. И он закончил школу в Сиэтле, и два с половиной года работал над созданием вот таких прекрасных орхидей. Листья у него выполнены из бронзы, и лепестки, бутоны выполнены из стекла. Чтобы создать такой цветок, он плавил тысячи стеклянных камушков в печи, и потом формировал лепесток, направляя огненную струю из такого факела, я не знаю, как по-русски сказать, на определенные участки этого лепестка, чтобы они размягчались. Он формировал изгибы, и все это нужно было делать очень быстро, потому что стекло остается мягким, как пластилин, только секунды. И работала целая команда людей, 20 человек. Использовались много приспособлений, но в основном, вот чтобы повторить такой фаленопсис, это ручная работа. Вот здесь абстрактные скульптуры, которые были выполнены 10 лет назад. Учителем Джейсона, Дейлом Чехулы. Сейчас у него целая школа искусства в Сиэтле. И вот Джейсон через 10 лет вернулся в Питтсбург вот с такими гигантскими орхидеями. Вот это, по-моему, дендрофаленопсис белый и желтый. Каждый лепесток этой орхидеи-скульптора ваял не один день, потому что, когда стекло размягчается, и ему придается определенная форма, потом этот лепесток остужают в специальном аппарате, чтобы довести температуру вниз до комнатной температуры. И этот процесс занимает только 3 дня. После того, когда все лепестки собирались вместе в прекрасный цветок, их погружали на грузовики в Сиэтле, заливали такой застывающей пеной, и на грузовиках привозили из штата Вашингтон сюда, в Пенсильванию. Теперь здесь до 40 скульптур. Уж не знаю, сможем бы обойти все и увидеть их все. Вот это небольшая оранжерея. Я нашла здесь ансидиум. Оранжерея посвящена вообще-то фермерству. Овощам. О, посмотрите, помидор. Черный помидор. Интересно. Эта оранжерея посвящена фермерству, что родители могут привезти своих детей, и они посмотрят, как растут помидоры, как растут огурцы. Мамы привозят своих деточек сюда. Но я не знаю, деткам очень жарко, я смотрю, и они капризничают. И Натали тоже не в настроении. По-моему, в теплице больше, чем 40 градусов. Здесь на открытом солнце. И очень-очень душно. Тяжело находиться долгое время. Не каждый американец знает, как растут помидоры или огурцы, и как они выглядят. Поэтому здесь пытаются образовывать своих деток-родителей. Я помню, когда Майкл приехал ко мне на родину в Томск, и был у мамы на даче. Он смотрит на кусты Виктории, клубники, и говорит, ой, хорошая картошка у вас такая уродилась. Потому что он далек от фермерства. И вот именно для образования созданы такие оранжереи здесь. Следующая на нашем пути была оранжерея, где представлены бонзаи, вот такие корейские, китайские деревья в посудинах. Я никогда не пойму, как они умудряются расти в таких плоских чашках. И потом бонзай я воспринимаю как-то... Мне жалко смотреть на эти деревья. Жалко, мне кажется, вот они как-то мучаются в этих тарелках своими корнями. И мучаются лет 100 или 150. Не мое это. Как животные в зоопарке, тоже чувство. Зато вот это мое. Вот эти прекрасные фаленопсисы. Посмотрите, огромные скульптуры. Скульптуры он выполнял. Самое невысокое от 2 метров и высокие до 5 метров. Нашла фотку Джейсона, где он сидит вот именно под этим цветком. Вот Джейсону всего-то 30 лет. Представляете, какое талантище. Как он говорит, нужно привлекать людей к красивому. А вот это иониум. Увидела я его у Светланы Цветомания на канале. И как он мне понравился. И когда я увидела такой же в ботаническом саду, я отойти от него не могла. Крутилась и крутилась. Вон их сколько много этих черных роз. Это мы вышли уже из оранжереи на улицу. Думали, подышим свежим воздухом. Да куда же там было. На улице жара действительно 38 градусов. Вот здесь маленький прудик и такие непентезы. Растения с такими pitcher plants. Здесь их называют кувшинчики такие. И, конечно же, должна быть где-то стеклянная скульптура этого растения. Потому что скульптуры устанавливались в оранжереях, как бы рядом с похожими растениями. И даже если растение не цветет в этот момент, можно посмотреть на его большую стеклянную копию, как оно цветет в принципе. Но я в непентезах не сильна. Вот даже не знаю скульптуру чего сделали вот здесь. Но мне нравится. Это красиво. Был такой и замысел ведь у мастера установить скульптуры в оранжереях таким образом, чтобы они соседствовали с их оригиналами, с природными. Ну вот какие голубые кувшинчики. Красота, не правда ли? Вот Майкл тоже пытается что-то там заснять. А я любуюсь на скульптуры. По-моему, вот это олеандр. Точно я не уверена. Я жду не дождусь, когда мы добредем до орхидейной комнаты. С бромельевыми мне непонятно. Цветут все время, когда бы я не приехала. И в ботанический сад, в принципе, я езжу раза три в году. И бромелевые всегда цветут. Эти орхидеи всегда, видишь, разные выставлены в зависимости от времени года. Весной, я помню, очень было много дендробиумов и пафиопедилумов. Башмачков было много осенью. А вот сейчас отцветают фаленопсисы. Их немного, но вот они есть. И все бромелевые, бромелевые. Вот котлея шикарная. Огромная, ароматная, белая. Красные восковые фаленопсисы выглядят, как будто они такие породистые. Из приличной семьи, как говорится. Но бирочки с названием я не увидела. Очень обрадовалась, когда увидела дендробиум брактеозум. У меня такое есть. И всю зиму я его морила зимним отдыхом. Не давала его воды. И все потому, что я изучала информацию по книжкам. Ох, какая красивая Алисиара. Информация по книжкам не всегда правильная. Все-таки лучше учиться у тех, у кого есть опыт, кто уже вырастил, зацвел это растение. А вот это гордость ботанического сада Ринантера «Красный дракон». Наш ботанический сад ей страшно гордится. И вот это, по-моему, детка от огромной, которая выросла высокой до потолка ростом. И время от времени они ее подрезают. Ну, по-моему, мама этого растения сейчас там в запасниках. Ринантера представлена всего 15 природными видами. И это один из них очень красивый. А вот это непонятно, что Айра Ванда. Похоже на Айра Райдес. У меня есть такой и весь усыпан Айра Плэнс. Воздушными растениями, тилансиями, вся корзинка. А вот эта прощесия растет так обильно, что даже непонятно, во что она там посажена была. Лет 20 назад, наверное. Вон какой огромный куст болтается. Хорошо бы найти хоть один цветочек на ней. Да, вот прощесия с цветением. Называется она фрагрант, ароматная. Хоть я и равнодушна к тилансиям и тому подобным воздушным растениям, но не могла не поделиться вот таким корзинкам. Посмотрите, корзинку оплели испанским мхом и посадили туда тилансии. Как оригинально смотрятся такие зеленые живые корзинки. И, по-моему, там даже тилансия в цветении. Испанский мох, конечно, очень красивый. А вот этот огромный монстр дендрокайлом. Огромное растение, кто знает, сколько ему лет. На нем, наверное, 200 или больше цветоносов. Мне кажется, у всех членов нашего орхидейного клуба есть детки вот именно от этого куста. Смотрите, как шнурки, цветочки. Как шнурки. Они мелкие, но когда их много, они вот так вот выглядят ярко. Мне нравится, но не так, чтобы очень. А вот что мне очень нравится, это мне нравятся орхидеи с цветами с мою ладонь. Вот такой венерин башмачок Пиноккия. А этот башмачок природник Паришиай. Вот это мои орхидеи. А вот это знаменитый Сейнт Свидин. У меня, по-моему, розетка отросток именно от этого растения. Но жаркий июль, по-моему, это не месяц цветения для башмачков. Их мало. Больше всего башмачков можно увидеть либо весной, либо осенью. А это фрагмопидиумы, другая разновидность башмачков. Ох, у меня два набирают цвет, не дождусь вам показать. Еще один фрагмопидиум Глория называется. Вот только-только начало раскрываться. А листья-то, посмотрите, какие листья яркие. Барригатные. А вот этот фрагмопидиум Afterglow после свечения напоминает мне Андреевский огонь, который у меня должен скоро раскрыться. Конечно, приятно прогуливаться по асфальтовой дорожке среди такого тропического рая. Все бромелевые. А вон там, вот этот розовый фаленопсис, у него нет названия. Но я его называю розовым облаком сама для себя. У меня есть вот точно такой же. И был он мне подарен, менеджером из ботанического сада, когда я волонтерила, помогала работать там один день. И вот принесла домой вот этот розовое облако фаленопсис. Цветет с января. Эта огромная целлогина с такими прекрасными чистыми бульбами и в цветении заставила меня пересмотреть уход на мои собственные целлогины. Посмотрите, как высушены вот эти оболочки от бульб, и какие они чистенькие, и субстрат, но очень-очень сухой. И тем не менее растение счастливо. Моя посажена в мох, и мне кажется, держу я ее слишком влажно. Хотя я думала, что им нравится немножко быть в сырости. Дендробиум саклблу. Называется что-то там голубое. На самом деле он фиолетовый. И не голубой совсем. Сколько бутонов скоро раскроется. И мне нравится вот эта белая окантовка, каемка. Салатовый дендробиум. Цветет как пышно. Такие высокие у него псевдобульбы. Мне кажется, вот этот тип дендробиума совсем не нуждается в зимнем отдыхе. Он растит новые росты. И, конечно же, они не закончат их рост до окончания лета. Здесь пошли эпидендрумы и багенза. Или, может быть, неправильно называю. Вот они цветущие. О, а вот это эпидендрум радиканс, который у меня не цветет. И выглядит как живая изгородь. Здесь вон какой хиленький. Совершенно хиленький, но зато цветущий. Ой, видимо, совсем заевшийся. Яркий спасаглорис. Называется фиолетовая страсть. И посажен в интересный горшок. Как у меня такой есть. Там металлический каркас, и он обтянут мхом. Мексиканская энциклия Kennedy Eye. Звучит так, что это природная орхидея. У меня всего одна энциклия. До цветения еще надо ждать. У этой бульбы, конечно, пораженные грибком. Хотя и не мокрые. Вот этот очень интересный гендробиум. Он относится к той серии гендробиум антилопа. Видите, у него как рожки у антилопы торчат. И мне нравится, что они умеют разговаривать. Когда вот так вот нажимаешь. Привет! Нажимаешь на нижнюю губку. Привет! Крупноцветковая красавица Алисиара. Тропическая лилия. Которая называется Ice Palace. Ледяной дворец. Я никогда не отличу Алисиару от Биалары. Мне кажется, они так похожи. Крупные цветки. И вообще все эти гибриды ансидиум. Они так похожи. Их миллионы. В них запутаешься. А вот этот адонтосидиум. Каталант у меня есть. Цвет набирает. Вот этот фиолетовый яркий. Да, их много. Но они такие красивые. И цветки опять же крупные. То, что нам подходит. Не часто увидишь природный фаленопсис в нашем ботаническом саду. Амбейненсис из Индонезии. Очень популярный. Его задействовали в очень многих первичных гибридах. Скрещивали с фаленопсисом шалерианой, с тертианой, с белиной. И даже с трасписом. И только потому, что он очень привлекательный. Такой желтый полосатик. Видео получилось длинным. Так хотелось показать и разделить с вами всю эту красоту. Но я выложу вторую серию. И хочу сказать вам, мои дорогие друзья и подписчики, я буду выкладывать одно и то же видео теперь на двух разных языках. Видео будут выходить одновременно и на английском, и на русском языке. Так что выбирайте, на каком языке вам больше понравится смотреть. Делаю я это потому, что у меня есть англоговорящие подписчики, которые смотрят мои ролики на русском языке. Ну, конечно, человек, который выращивает орхидеи, поймет, что происходит. Но, как народ говорит, это не то. Делай на английском, делай на английском. Во второй серии этого ролика вы увидите большой стеклянный венерин башмачок и даже венерину мухоловку. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.